Мужик-то был в любом случае. Без него никак. Я понимаю. Но виновата, вы говорите, все равно семья. Ну как это сочетается? Естественно. Я понимаю. Я как женщина возмущена и оскорблена. Вышел парень, молодой достаточно. У него есть жена, у него есть мать, которая родила. Он первое, что начал говорить, вот этот шовинизм такой. Мать тоже из той же области, как и девочка. Я не буду повторять это слово. Девочка такая, мать, она материнский капитал. Она от кого и зачем родила третий ребенок? Твое какое собачье дело. Твое какое собачье дело. Вы сейчас защищаете. Это во-первых. Во-вторых, выслушай меня, ты меня помоложе будешь, а у меня пять детей. И куда я делала материнский капитал? И зачем я родила? Не твое собачье дело, господин учитель. Понятно? И самое главное, что я тебе хочу сказать, если ты мужик, если бы ты вышел и сказал, я не виноват, но я хочу извиниться, как учитель, за то, что я не досмотрел за ученицей, которая в моем классе. Я действительно, наверное, неправ, потому что я профессионально непригоден в этой ситуации, раз в моей школе это произошло. И никто из вас этого не сказал. Я просто потрясена, вот честно. Есть ребенок, и правильно сексолог сказал, проблема в том, что родился ребенок. Так у нас все живут, и все нормально. Но проблема-то в мужчинах, которые сидят. Если вы уж идете налево, если вы уж делаете дела, так имейте совесть хотя бы ответить или быть мужиками перед нами. Да что же вы нас? Наталья, но проблема и в тех женщинах, которые говорят, что там составляют какие-то списки. И проблема, Миша, когда вы... Поэтому не по половому признаку. Абсолютно ненормальность общества в вашей деревне. В большинстве зависит вот от тебя, который здесь сидит и выходит не в студию, а вот там за кулисами. И несет вообще какой-то бред, не имеющий отношения к этому. Вообще никакого. Простите, а можно мне задать вопрос? Вот вам, как учителю. Скажите, да, вам, да. Кроме математики, у вас есть какое-то моральное право вообще еще что-то нести своим ученикам? Или только вы учите их складывать? Два плюс три, я не знаю. Я любая ученица, любой ученик из нашей школы не скажет обо мне плохого и скажет, что я всегда с ней плохой. Нет, я не говорила, что она сказала. Кстати, об ученицах я хочу пригласить в студию еще двух героинь. Татьяна и Ирина Демина. Ирина и Татьяна Демина. Да. Мать и дочь. Да. Это правда, что после того, что случилось с Любой, ты тоже объявила, что то ли Олег, то ли Игорь были с тобой, или ты с ними была в связи? Не было такого по той причине, что я солгала, потому что мне пообещали большую сумму денег, если я скажу, что я была с ним. Кто обещал, пообещал. Я не скажу этого человека, я не могу, я просто могу сказать, что это товарищ моего отца. Смотрите, был лжесвят...